Ну это просто пи***ц, я тебе скажу, это просто пи***ц, на что я наткнулся. Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и мы с вами очень часто обсуждаем новости интернета, новости видеоблогинга, и почти никогда не говорим о российском телевидении, о том, какой триндец там вообще происходит. И причина этому проста и понятна. Дамы и господа, я представляю вам человека, которому насрать. И мне насрать, и вам насрать. 90% людей вообще уже давным-давно не смотрят телевидение и забыли вообще, что это такое. Наверное, вы сейчас не понимаете вообще, зачем это обсуждать. Честно говоря, я тоже не понимал, пока не наткнулся на весь этот беспредел. Ну, посмотрите выпуск до конца, и к концу у вас будет так сильно бомбить, что, я думаю, вы никогда больше не скажете, что русский ютюб это помойка. Своеобразная помойка. Началось все с того, что я праздновал Новый год в кругу семьи, а именно с бабушкой. Ну, вы понимаете, что чаще всего смотрят бабушки, это Первый канал и Россия. Ну, я решил подключиться к этому мероприятию и посмотреть, вот какую программу телепередач для нас предоставил федеральный канал. Вы знаете, я удивился, по крайней мере, тому, что за последние лет 10-15 у меня ощущение, что там не изменилось ровным счетом. НИ-ХУ-Я! У меня такое чувство, что режиссеры новогодних передач явно фанатеют АТАФОНЯ ТВ, иначе я не могу объяснить никак эту тягу к говну. ЧУХА! Ну, ладно, я выключил и забыл, как страшный сон. Но потом, через несколько дней, я зашел в интернет. И, вы знаете, я обнаружил, что в 2016 году программа телепередач «В новогоднюю ночь» была настолько невыносимой, что интернет-пользователи развязали настоящую войну с представителями эстрады и шоу-бизнеса. Петиция против засилья на телеэкранах компании Аллы Борисовны Пугачевой и ее друзей. Это именно так. В новогоднюю ночь я увидел ходячий мавзолей. У меня было ощущение, что большинство этих людей уже давно скончались. Где-то там, где-то там. Блин, как ты еще жив? Плошные, изнывающие от собственного превосходства и скуки метры и примадонны. Нам всем нужна копеечка. Вам копеечка нужна уже 40 лет подряд. Уже столько этих копеечек заработали. Дайте дорогу молодым. Уйду. Такое ощущение, что по мнению руководства первого и второго каналов, мир застыл в 1993 году. Все вместе это просто погружение в ад. Заявил не какой-то там блогер, не какой-то там Николай Соболев, а Максим Фадиев. Господи, когда закончатся эти песни года и голубые огоньки? Опять то же самое. Опять то же самое. Уже в интернете выпуски простых блогеров популярнее, чем на этих пафосных двух кнопках. Кроме шуток, в этом году даже не голубой огонек Юрия Хованского смотрелся в несколько раз приличнее того, что нам показали на федеральных каналах. Мой остров человек! Ну ладно, тут я перегнул слегка. Я бы обошел эту стороной, если бы вдруг не наткнулся на то, как уважаемые народные артисты и звезды шоу-бизнеса отреагировали на все это недовольство в свой адрес. Вот, к примеру, Алла Борисовна Пугачева. Как она отреагировала на все эти петиции? Она решила обратиться к многомиллионной аудитории, к своим зрителям от лица домашнего розового тапочка. Да, вы не ослышались. Пожалуйста, не волнуйтесь. Живем дальше радостно и весело. Включаем первый канал Россию и просто устраиваем безудержное веселье. Кто кидается камнями? Это инопланетяне! Я, конечно, понимаю, что Алле Пугачевой уже, в принципе, настолько весело, что она разговаривает с домашними тапками. Но тут как бы люди разочарованы, людям это все не нравится. Они хотят, чтобы что-то поменялось. На кладбище день открытых дверей? Они не хотят больше так веселиться. Вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво. Ха-ха-ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. И такое каждый год. Я вот подумал, было бы, наверное, правильно, если бы звезды показали зрителям что-то новое, сделали бы какие-то выводы, перестали кичиться заслугами сорокалетней давности и перестали бы уже, наконец-то, пускать по кругу одни и те же песни и Аллу Пугачеву. Остановитесь! Кому-то нравится, кому-то нет. Гениальная реакция королевы на происходящее. Браво, Алла! Подлезал в своем инстаграме Филипп Киркоров. И вот именно Филипп Киркоров меня добил окончательно. Он вообще любит добивать людей, но... Это было какое-то помешательство. Филипп в привычной ему манере отреагировал в своем инстаграме вот так вот. Какая же все-таки мерзость? Сидит себе человек, женщина, актриса, певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством. А мы, тупые холопы, имеем право еще какое-то возмущаться? На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными. Филипп, продолжайте. Ни с того, ни с сего, какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и вливает уши от дерьма. Да, пизда. Ну вот так я устроен, я коплю в себе. И вот они выходы, вот они непонятные, агрессивные, вот такие вот выплески. У меня назрел целый ряд вопросов. Вот как Филипп Киркоров, который несколько лет назад избил ногами женщину, вообще имеет какое-то право называть кого-то мразотой? И Степан Пок обходим. Почему король поп-эстрада воспринимает критику в свой адрес, как какой-то злой школьник? Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда. Сколько дороже кокаин снюхал Филипп Киркоров за последнюю неделю? Все, я больше с вами не хочу разговаривать. Дальше, следующий вопрос. Все эти вопросы остаются без ответа. Знаю точно я только одно, что ни один, к примеру, видеоблогер так со своей аудиторией не позволяет себе общаться, потому что, ну это как-то неправильно, что ли? Позор таким артистам, полное разочарование, никакого уважения к зрителям. Да мне попу, как вы напишите. Как вообще зрители посмели сказать, что они чем-то недовольны? Вы что, с ума сошли, что ли? Такое чувство, что это не Филипп Киркоров и Алла Пугачева радуют нас своими песнями, а это мы живем для того, чтобы ими восхищаться. Все, до свидания. А вы знаете, как на эту акцию людей в интернете отреагировал замминистра связи Алексей Волин? Вот вы сейчас, пожалуйста, держитесь за что-нибудь крепко и постарайтесь не умереть от смеха. Принятие каких-либо мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его содержание, могут его не смотреть. Ааа, вы что, серьезно? Лучшее в мире телевидение. Но это не точно. А он прям так и сказал. Классная шутка. Ну ладно, хрен с ним с Киркоровым. Вот какая реакция была у других звезд шоу-бизнеса? Вот как они отреагировали? Нормальные люди, народные артисты, уважаемые представители нашей эстрады. Расстроились, начали что-то менять. Нет, они тоже начали разговаривать со своими домашними тапками. Не волнуйтесь, не собирайте подписи. Соберите лучше деньги, ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. В общем, тапочки Коли и тапочки Филиппа передают эстафету тапочкам Яны. Тапочки Яны поддерживают тапочки Аллы, Филиппа и Коли. И передают эстафеты тапочкам Тимати. Это следствие, наверное, какой-то действительно болезни. Просто какой-то зоопарк, ёпт. У меня такое ощущение, что во главе этих людей стоит не Алла Борисовна Пугачёва, а мистер Макс или миссис Китти. Привет! Короче, у меня просто вот нет слов. У меня их не осталось, когда я всё это посмотрел. Но и здесь умудрился выделиться Филипп Киркоров. Вы просто послушайте это дерьмо. Если кому-то что-то не нравится, не обязательно нас ставить об этом в известность. Окей, Филипп, мы не будем ставить вас в известность. Но вы подскажите, вот какому богу надо молиться, чтобы Николай Басков перестал уже исполнять шарманку на каждом новогоднем концерте? Вернулась шарманка. Вернулась шарманка. Спасибо, спасибо. Уже 15 лет жду, когда же уже шарманка наконец-то не вернётся. Пожалуйста, человек, который написал эту песню, отберите у него права на исполнение. Он всех затрахал со своей шарманкой. Вы спрашиваете, как мы реагируем, когда кто-то говорит о нас плохо? Плохо. Плохо говорят о нас те, кто хуже нас. Это, знаете, очень удобная защита от критики. Все, кто говорят что-то плохое про тебя, просто челядь холопы и быдло. Чётко. Кто вообще им слово дал? Интересно, что бы сказали Джастин Тимберлейк или Элтон Джон при просмотре ваших новогодних высеров? Дима Маликов и Филипп Киркоров меня сделали, но я считаю, я тоже неплохо пою и имею право на свою часть аудитории. Может быть, я, конечно, чего-то не понимаю, но мне всегда казалось, что задача артистов и певцов, это в первую очередь развлекать людей. Если людям не нравится такое развлечение, это не значит, что люди плохие. Это, возможно, значит, что вы хреново развлекаете. В принципе, логично. И вот все эти флешмобы с тапками, это просто хамство, это просто неуважение ко всему народу, который вас смотрит. И мне настолько жалко и настолько стыдно за то, что всю нашу российскую эстраду, все федеральные каналы заполонила просто какая-то толпа зазнавшихся клоунов. Не принимайте близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу. Пошел ты нахер, козел! И просто реально стыдно слушать от народных артистов оскорбления вроде «Эй, ты блядь, завали свою ебаную мразь!» Все, до свидания! Еще кто-то говорит, что в интернете быдло. Действительно наши добилы, сидящие в интернете. Вы посмотрите, что у вас происходит вообще, люди. Лепс иногда настолько счастлив, что от счастья прямо на сцене падает. Стыдно, ужасно. Вот напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого. И если вы согласны с моим мнением, что нужно что-то менять, просто постарайтесь распространить этот выпуск. Потому что я на это дерьмо просто смотреть не мог. И вот меня понесло, и все, и я не помню. Я вот честно очень сильно надеюсь, что при должном резонансе дорогу дадут уже наконец-таки молодым, талантливым исполнителям. И не знаю, там, блогерам, к примеру. Представляешь, 2045 год, Юра Хованский на голубом огоньке поет «Батя в здании». «Батя в здании!» «Спасайте задницы!» Ставьте лайк, если вы согласны с моим мнением и вообще с мнением народа. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Все ссылки на все возможные петиции я на всякий случай оставлю в описании. Можете ознакомиться, почитать. Ну а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо и до скорых новых встреч. Пока!